Как только мы преодолеем эту цель, я могу сказать, что исторический пик будет не за горами. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Это видео будет посвящено эфириуму, но самое главное, биткоину. Ведь есть некоторая информация, которую вы найдете крайне интересна, если холдите главную криптовалюту уже больше трех лет. Но начну я с того, что происходит с ценой Ripple XRP. Утром я выложил небольшое видео, в котором предполагал, что есть все предпосылки, чтобы XRP прорвался. Я сказал, что для этого цена XRP должна не просто пробить этот важный уровень, но и закрепиться над ним. И посмотрите, что происходит прямо сейчас. Первая свеча пробила уровень, вторая свеча протестировала его и оттолкнулась от него. Это безумно красиво, и я очень рад, что все следует моему прогнозу прямо сейчас. А теперь давайте перейдем к биткоину, точнее к тому, что нам должен поведать Крис с канала MMCrypto. Он сказал, что между нами там, где мы находимся, и новым историческим пиком существует только тонкий слой бумаги, который осталось пробить. Я переведу для вас самые важные моменты и надеюсь на вашу поддержку лайком. Можно сказать, это моя мотивация работать. Большое спасибо. А ссылка на оригинал будет в описании под видео. Биткоин становится просто параболическим, достигая все наши ценовые цели и давая экстремальные прибыли. Но вопрос в том, что будет с биткоином прямо сейчас. Я вам скажу прямо, сегодня очень-очень важный день для цены биткоина, и вы не поверите, что с ним будет на краткосроке. Помните о модели Stock to Flow, что эта неделя начинает очень важный период в жизни биткоина. И сейчас вы видите, что мы переходим в зеленую стадию. Я расскажу вам конкретно, что это означает для биткоина, потому что похоже, что все, о чем мы мечтали, наконец становится реальностью. Также сегодня очень важный день для эфира. Я покажу вам, что я планирую и для биткоина, и для эфириума. Поэтому садитесь удобнее, убедитесь, что вы нажали на лайк под этим видео. Если вы хотите, чтобы биткоин достиг нового пика скоро, обязательно нажмите лайк, кнопку подписки и колокольчик. Ну а мы начинаем. Это четырехчасовой график биткоина. И посмотрите на это. Цена биткоина просто перешла в вертикальный рост. Вопрос, который мне задают. Пойдем ли мы еще выше, или цена биткоина окончательно оттолкнулась от этой зоны сопротивления? То, что я вам сегодня покажу, немного вас удивит. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца, ведь мы поговорим и про эфириум в том числе. Давайте разберем ситуацию на четырехчасовике, прежде чем переходить на другие таймфреймы. Что вы можете видеть здесь, это вот этот уровень в 13200 долларов. Я говорил о нем в последнем видео. Я сказал, что это будет потенциальная цель всего этого движения. И посмотрите на это. Эта цель и была достигнута. Давайте я вставлю отрезок, где я это говорю. Вспомните, что самые важные уровни Fibonacci находятся в золотом кармане. Итак, вы можете увидеть, что этот карман находится вот здесь, между уровнями в 13200 и 13800 долларов. В общем, если биткоин сможет укрепиться над этим уровнем в 12500 долларов, что является предыдущим хаем в августе этого года, то я думаю, что этот золотой карман Fibonacci будет следующей целью. А это около 13500 долларов в этом диапазоне. Теперь остается только один вопрос, является ли этот откат потенциальной фигурой голова и плечи, а значит биткоин пойдет еще ниже. Что ж, это вполне вероятно. Но для этого нужно еще раз протестировать локальную вершину, а затем пробить линию шеи вниз. В этом случае наша цель будет около 12100-12200 долларов. Это предыдущее сопротивление, которое станет новой поддержкой. Но что если биткоин продолжит расти, что кажется самым вероятным сценарием сейчас? Что ж, ребята, давайте перейдем на дневной графике, здесь мы увидим что-то удивительное. Давайте опять воспользуемся сеткой Fibonacci, растянем ее от пика до низа. Тогда вы можете увидеть, что золотой карман Fibonacci, о котором я говорил, это как раз тот диапазон, где я буду фиксировать свои прибыли. Я предполагал, что в этом диапазоне биткоин встретится с новым откатом. И посмотрите на это, откат действительно случился как раз от этого диапазона. Но что будет, если биткоин преодолеет это поле сопротивления? Я могу сказать вам, это последнее большое сопротивление перед тем, как мы пойдем на 20 тысяч долларов. Золотой карман Fibonacci, крайний пик в 2019-м и, наконец, VPVR. Что мы на нем видим? Что на протяжении трех лет у нас есть зоны с высокими и низкими сопротивлениями. Высокие здесь, низкие здесь, высокие здесь. И теперь самое низкое сопротивление сейчас находится прямо на золотом кармане Fibonacci. Так что биткоин уже преодолел самые важные сопротивления. И так, что прямо сейчас биткоин от нового исторического пика отделяет несколько тонких листов бумаги. И это очень интересно наблюдать. Единственную цель, которую нужно преодолеть, чтобы биткоин устремился на новый исторический пик, это предыдущий хай в 13 900 долларов. Как только мы преодолеем эту цель, я могу сказать, что исторический пик будет не за горами. Очевидно, мы увидим волну ликвидаций на рынке и откаты, будьте готовы к ним. Всегда фиксируйте прибыли. Но это то, чего я ожидаю от цены биткоина прямо сейчас. Но не забывайте, что если здесь цена биткоина встретится с откатом, то тогда будьте готовы к медвежьему сценарию на краткосроке, о котором мы говорили. А если мы преодолеем крайний локальный пик, очевидно, это будет началом нового прорыва. Итак, это график соотношения запаса к потоку биткоина, который разработал трейдер План Б. Большое ему за это уважение. Я хочу сказать вам, что сегодня очень-очень важный день для биткоина, как я говорил во вчерашнем видео. Вот оно, ребята. Я делал эти позитивные видео в медвежьи времена, когда люди не верили в нас и в биткоин. Вы можете видеть здесь, что мы входим в зеленую фазу. И еще вы видите, что каждый раз, когда мы входили в такую зеленую зону, цена биткоина переходила в просто потрясающий параболический рост. И это то, чего я ожидаю от биткоина на протяжении следующих месяцев. Я не говорю, что это произойдет прямо сейчас, мы можем даже увидеть откат, как я уже говорил. Но я говорю о долгосрочной перспективе, и это очень важно понимать. Давайте перейдем на график эфириума. Я все время всем напоминаю, вспомните эфир, а то все обсуждают биткоина, про него забыли. Причина, почему я указываю на эфир прямо сейчас, заключается в том, что наши диапазоны поддержки сопротивления оказались предельно точными. Они точно указали, где цена эфириума найдет свою поддержку и свое сопротивление. И прямо сейчас цена эфириума идет выше очень важного диапазона сопротивления. В случае, если эфириум преодолеет его и закрепится выше, я буду иметь в виду следующую цель в 450 долларов. Плюс-минус ориентироваться надо на эти цели. Если мы посмотрим на VPVR, то увидим, что выше этого диапазона начинается зона с очень низким сопротивлением. Это очень интересные времена и для эфириума, и для биткоина. Ребята, я тоже считаю, что мы сейчас переживаем те самые времена для биткоина, которые так долго ждали. Это именно то, к чему мы стремились, пройдя через все невзгоды бесконечного падения. Люди смотрели мои видео тогда, люди смеялись тогда, но где все они сейчас? Когда я покупал свой биткоин за 3600 долларов, за 5000 долларов, за 7000, мне говорили, ты сумасшедший, биткоин собирается рухнуть. Где все эти люди сегодня? Напоследок вставлю это видео, думаю, и без перевода понятно, о чем он говорит. Биткоин went from 6 cents, all the way to 36 cents, and then it crashed down to 21 cents. And then another time, биткоин went from 85 cents, all the way to 29 dollars, and then it crashed to 3 dollars. And then another time, bitcoin went all the way to 213 dollars, and then it crashed all the way to 70 dollars. And then another time, биткоин went all the way to 1100 dollars, and then it crashed all the way to 239 dollars. So the moral of the story is, don't buy bitcoin, because you know it's going to crash again. Если вам нравится этот контент, я всегда буду рад, если вы поставите лайк. Каждый лайк дико заряжает меня, поэтому большое спасибо вам за это. Также не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать ежедневные видео, особенно те, которые я выпускаю вне очереди. А на этом все, меня зовут Богатейший Ди. Делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok